Шестой этаж малосемейки Фокина объят пламенем. На крохотном балконе две девочки. Путь из квартиры отрезан. Дети дома одни. Этажи заполняются едким дымом. С балкона сверху свешивается мужчина, который начинает поднимать детей. Это недавно вернувшийся из армии Алексей Резниченко. Чувствовал запах дыма. И вышел на балкон, а там уже дети орали. Как бы помогите, спасите. Я пытался их вытащить, как дверь открыть. Но когда я свою дверь открыл, я что-то сам не задохнулся. Закрыл свою дверь и решился спуститься. Дальнейшая, как в блокбастере, катастрофе, только снятом на мобильные телефоны, Алексей свешивается со своего балкона и вытягивает младшую девочку. За трехлетней малышкой следует ее сестра 12 лет. И это самый напряженный момент спасения. Что было самым сложным? Вторую девочку вытаскивать. Потому что неправильно дала руку и чуть ли я вместе с ней не сорвался. Зацепившись за перила своего балкона, Алексей перехватывает руку девочки и все-таки поднимает ее в более безопасное место. Говорит, помогли опыт службы в армии и регулярные занятия боксом. Все целые покидают здание, в котором уже работают пожарные. Это было страшно, честно. Мне уже многие сказали, что он не каждый на это способен. Но все-таки я смог сделать. Награду находит герой. Сегодня Алексей Резниченко принял губернатор Приморья Олег Кожемяк и вручил ему благодарность. Два человека тебе будут благодарны всю свою сознательную жизнь, потому что для них это пример того, как нужно любить детей, как нужно вести себя настоящим мужчиной. Алексей Резниченко уже отметили сослуживцы и соратники по спорту. А Олег Кожемяка сказал, что молодого приморца обязательно представят и к другим наградам. Павел Зайцев, Игорь Белый, Панорама. Продолжение следует...